Значит, мы с вами создали научный центр. Задача, которую мы поставили перед этим научным центром, она огромная. Эта задача комплексная. Решать её надо многопланово. Нас интересует не только история, происхождение, миграция, формирование ГГУского. Нас интересует всё, понимаете? Нас интересует и поэзия. Поэзия древних наших поэтов. Проза. Нас интересуют романы. Всё, что связано с ГГУЗами. Нас интересуют художники, культура, традиции, обычаи. Весь комплекс. И научный центр призван заниматься этими вопросами. В этом году совместно и Народное собрание ГГУЗи пошло навстречу, и с полком. Мы подготовили программу, выделили средства. Всё, научный центр начинает работать. Уже открывается архив. Это должна быть научный центр, перспектива, это Академия наук ГГУЗи. Вот её перспектива, какой я её вижу. Начнёте с этого. Завтра приезжает президент Академии наук. Не случайно именно сегодня ваше утверждение. Я предупредил господина президента Григория Дуку, что завтра у него будет встреча с вами. Сегодня на результате исполкома я предлагаю утвердить кандидатуру Петра Михайловича на директора научного центра имени Мария Васильевна Мариневича. Я знаю организаторские способности, возможности и потенциал Петра Михайловича. Я его достаточно высоко оцениваю. И я абсолютно уверен в том, что вы эту работу там систематизируете, соберёте вокруг себя всю творческую, научную интеллигенцию автономии, мобилизуете её, установите хорошие связи с Турцией, с Болгарией, с Украиной, со странами Европейского Союза, где имеется огромный архивный материал, ещё не изученный нашими учёными. Да, на начальном этапе уделите больше внимания болгарские архивы, турецкие Османской империи архивы, Одесский областной архив, там очень много есть интересного сведений про Гагаузию. Любые публикации, которые вы подготовите, любые материалы, которые вы подготовите, и исполнительный комитет оперативно будет реагировать, выделять средства на публикации этих изданий. Научный центр, пожалуйста, запланируйте. Как минимум четыре важных мероприятия в год, круглые столы, конференции, международные, симпозиумы, участие в грантовых программах, привлечение дополнительных средств. Особое внимание уделите нашим историческим связям. Есть очень много грантовых программ и в Российской Федерации, Европейском Союзе, которые охотно выделят средства малому по численности гагаузскому народу для проведения международных научно-практических конференций на территории автономии. Научный центр должен быть модератором, генератором, вдохновителем, идейным всех мероприятий. Я рассчитываю на то, что будут подготовлены соответствующие еще и инициативы, и все, что связано в области культуры, традиций гагаузского народа. Наладьте контакты с Татарстаном. Там тоже есть очень много интересного. С крымскими татарами наладьте контакты. Обязательно Азербайджан. Наша география уже расширяется на Казахстан и на Туркмении. Но со всеми научными центрами надо наладить контакты, иметь свои буклеты, издать все, что связано с гагаузами в виде монографии и многое другое через научный центр. Приезжают гости, чтобы мы могли им что-то вручать. Центр интеллектуальной жизни должен быть научный центр. Тесная связь у вас должна быть и с управлением образования, и с управлением культуры Исполнительного комитета Гагаузи. Вот эти задачи, которые коротко и с университетом особо, это кузница наших кадров, факультет национальной культуры, там тоже должны быть очень крепкие связи, и взаимодействие должно быть. Только на позитив, Петр Михайлович. Мы ищем друзей, единомышленников, нам враги не нужны. Все. Мы делаем одно общее дело, и все должны подчиняться этому общему делу. Уважаемые члены Исполнительного комитета Гагаузи, у меня есть предложение, чтобы мы проголосовали за утверждение Петра Михайловича в должности начальника директора научно-исследовательского центра Гагаузи имени Мария Васильевна Марвнеевича. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Опустите. Кто против, воздержался, принято единогласно. Ну что, Петр Михайлович, мои поздравления директору научного центра имени Мария Васильевна Марвнеевича.